Эту колонию грачей, которая находится в окрестностях деревни Турна, можно назвать самой крупной в Брестской области, возможно и во всей Беларуси. Она насчитывает более 800 гнезд. Ученые заметили, наблюдается устойчивый рост количества этих пернатых. Еще пять лет назад, в 2010-м, здесь было приблизительно 400 гнезд, а сегодня уже в два раза больше. Но не стоит делать каких-то обобщений. Этот факт касается конкретной местности. Можно предположить, что им здесь нравится само место для гнездования тем, что оно компактное. Во-вторых, оно просматривается с разных мест, с разных точек. То есть они видят, что происходит в округе и могут реагировать на какую-то опасность, в том числе и защищая своих птенцов. Ну и, конечно, корм. Значит, им здесь достаточно корма. А по поводу меню этих крупных птичек можно отметить, они не особо привередливы. Конечно, к деликатесам можно отнести всяких червячков и других насекомых, которых в теплую пору года найти несложно. Да, еще предпочитают орехи грецкие. Правда, люди не согласны делиться с птицами своим урожаем. Но есть в этом и положительный момент. Там, где птицы теряли свою вкусность, либо закапывали впрок, забывая о добыче, вырастали деревья. Ну а зимой грачам приходится перебиваться уже другими кормами, которые, к примеру, можно найти на мусорных свалках. Насчет распространенного суждения о том, что грач – разносчик всяких болезней, биологи имеют свою точку зрения. Вообще, любая птица теоретически может вносить любую заразу. Но в то же время, ведь мы не сильно беспокоены большим количеством голубей в родах. Они же гнездятся непосредственно на деревьях, то есть вдали, скажем так, от человеческого жилья. А голуби-то живут рядом с нами, в домах. А так, любое животное может являться, в том числе и человек, потенциальным переносчиком заболеваний. Вообще, в городе не очень-то жалуют эту птицу. К примеру, часто сносят гнезда грачей, обустроившихся в парковых зонах. Ну а здесь, за городом, птицам живется спокойнее. А что касается этих птиц, которые здесь летят и шумят, то какого-то такого большого и негативного воздействия на окружающую среду и на людей, на хозяйственную деятельность, они не будут нести, потому что у них гнездовой сезон-то и небольшой получается. Это май, июнь. То есть беспокойство, в принципе, они немного приносят. Ну и можно и потерпеть немножко ради них. Более того, этот грачиный рай жители Турна хотят взять под свою опеку. Дело в том, что гнезда располагаются в месте, которое имеет ценность и с экологической, и с исторической точки зрения. В 2013 году создана стратегия устойчивого развития Ведомлянского сельсовета. И вот что интересно, здесь с ней отражен и этот биологический момент, именно аспект его сохранения в будущем. То есть здесь создание, возможно, и памятника природы. На этом месте, который будет сохранять и грачиную колонию, и ландшафтную компоненту. Также и фрагмент старинного парка. Так что есть надежда, что подобную картину мы будем наблюдать и в будущем. Тем более, что эта колония грачей будет под особым контролем. К слову, под особым контролем в эти дни находятся леса Беларуси. В том числе Брестской области. Небесная канцелярия не дает расслабиться ни представителям лесного хозяйства, ни работникам МЧС. Лето – самый пожароопасный период. И это, к сожалению, подтверждают факты. Достаточно только вспомнить о недавнем лесном пожаре в Столинском районе на бывшем военном полигоне. По сообщениям МЧС, площадь возгорания доходила до 150 гектаров. В ликвидации пожара принимали участие более 200 человек и больше трех десятков единиц техники. Пять дней понадобилось для того, чтобы укротить огонь. Ущерб большого пожара для лесных и болотных угодий еще предстоит оценить. А вот что касается причин, то специалисты полагают – виноват в возгорании незатушенный костер. Неосторожное обращение людей с огнем – самая частая причина огненных бед в лесу. Основная причина лесных пожаров – это неосторожное обращение людей с огнем. И на прилегающие территории к лесному фонду. В результате чего могут происходить лесные пожары. Человеческий фактор – главная причина многих пожаров. Хотя каждый из нас уверен, что ведет себя исключительно осторожно и знаком с правилами безопасного поведения с огнем. Вы знаете, я лес очень люблю. И в лесу мы как бы выросли, и лес для нас все. Но если человек приходит, значит он должен понимать, что вот этот очаг, маленький очаг, его надо так оградить, чтобы, не дай бог, пожара не было. То есть зависит это от нас самих, от взрослого человека. Если быть осторожными и аккуратными, ну, чтобы дети не были возле огня, то, в принципе, можно, если аккуратно. Если человек хочет, если он умеет соблюдать правила безопасности, умеет себя вести в лесу, то я считаю, что он может идти в лес. Тем не менее, во избежание пожаров в самый жаркий сухой период вводится запрет на посещение лесов. Вводится запрет на посещение лесов, это когда устанавливается 4-й, 5-й класс пожарной опасности. Вот, тогда лесной охраной производится закрытие лесных шлагбаумов, уставляется соответствующая информация о том, что посещение лесов временно ограничено. И это мировременное, и она не сводится к тому, чтобы как-то ограничить в правах наше население на посещение лесов. О том, что действуют ограничения на походы в лес, сообщают все средства массовой информации. О классе пожарной опасности можно еще узнать на сайте Бресского лесхоза и по телефону 52-46-60. Ну, а для тех, кто не хочет с пониманием относиться к предупреждениям специалистов, прописаны административные меры воздействия. Ответственность за нарушение запрета на посещение лесов – это предупреждение или штраф до 25 базовых величин. Уже за этот год, за 2015 год, у нас привлечено более 40 нарушителей, привлечено к ответственности. Ну, в основном это предупреждение. То есть штраф – это крайняя мера, когда человек действительно не хочет понимать сложившуюся ситуацию. А если же обилие ягод и грибов непреодолимо зовет в лес, а в отдельных местах прошли дожди, в правилах существуют некоторые послабления с коррективами. В решениях и распоряжениях о запрете на посещение лесов прописано, что посещение лесов в период действия запрета может происходить с согласованием представителями лесной охраны. То есть гражданам, лицам, которые хотят посетить лес для сбора, скажем, ягод, они обязаны посетить лесничество и оставить свои паспортные или иные данные, и каким-то образом взять на себя ответственность за то, что они посещают лес, если в случае, если там будет какой-то лесной пожар, то они как бы несут ответственность за это. Что касается представителей лесной охраны, то они проводят работу по предупреждению пожаров круглый год, особенно усиленные меры в летний период. Один из способов профилактики пожаров – минерализированные полосы и противопожарные разрывы. Проще говоря, это распашка земель вдоль трассы и в самом лесу. Подобные просеки способны остановить низовой пожар. Конкретные цифры – это, скажем, если по уходу за минполосами, это проведено более 8 тысяч километров, по устройству тоже более 8 тысяч километров, разрубанных противопожарных разрывов более 50 километров. Это по всей территории Брестской области. То есть есть план противопожарного обустройства лесов, и мы его равномерно, ежемесячно, ежеквартально выполняем для упреждения возникновения лесных пожаров. Для локализации небольших очагов пожаров, полной готовности и такие примитивные, на первый взгляд, инструменты, как лопаты, ведра, топоры и мотопомпы. Используют в лесном хозяйстве сегодня и последние технические новинки – камеры видеонаблюдения на пожарных вышках. В общем, представители лесного хозяйства делают все, чтобы свести к минимуму количество лесных пожаров. Осталось только нам самим понять – пожарная безопасность зависит прежде всего от каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова